что куда зачем всем привет меня зовут клава вы на канале золотого яблока эта рубрика что куда зачем где мы рассказываем о лайфхаках в бьюти в этом видео расскажу вам о кудрявом методе но для начала ставь лайк и смотри внимательно потому что где-то в этом видео будет промокод на дополнительную скидку 15 процентов на сайте и в приложении золотого яблока уход завьющимися волосами сейчас вообще на волне популярности но если честно я сама считаю что curly girl метод в классике тема спорная однако мнений по уходу за волосами огромное множество и все они имеют место быть если вы знаете что и зачем вы делаете сам способ ухода пола рейн месси именно она автор этого метода и автор книги curly girl the handbook интересен и относительно безвреден за исключением одного момента о котором я расскажу позже в этом видео поэтому почему бы его не попробовать если у вас вьющиеся волосы начнем с запретов чего ни в коем случае нельзя делать если у вас вьющиеся волосы первое и самое основное о чем кричат вообще все эксперты это нельзя расчесываться да действительно и отказ от расчески делает максимальную разницу во внешнем виде вьющихся волос все потому что при расчесывании на сухую когда вы разбиваете локоны каждый волосок отталкивается друг от друга и создается эффект такого облака или одуванчик поэтому если у вас нет цели создать такую супер объемную пушистую укладку то конечно расчесываться на сухую не стоит но в целом не нужно выкидывать расчески и вообще отказываться от этого мероприятия расческа очень помогает распутать волосы например в душе с кондиционером гораздо удобнее не просто прочесывать волосы пальцами а подключить специальную для этого расческу например я очень люблю расчески тангл тизер и особенно их серию wet это серия для расчесывания волос в душе как раз таки у нее есть ручка чтобы она не выскальзывала из рук и также два уровня щетина которые помогают очень хорошо легко распутать волосы также кгм или керли-герл метод запрещает выпрямлять волосы да действительно термо воздействие пагубно сказывается на волосах любого типа но на самом деле наши волосы постоянно повреждаются даже когда их трогаю они так или иначе повреждаются и я бы не стала сильно фанатично отказываться от любого типа горячих стайлеров для того чтобы минимизировать вред обязательно используйте термозащиту и сначала хорошенько выпрямите волосы феном и затем уже использовать утюжок непродолжительное время ну и конечно если вы хотите чтобы ваши завитки становились все более эластичными и кудрявыми то не стоит выпрямлять волосы часто следующий запрет это запрет некоторых ингредиентов в составе косметики классический кудрявым метод запрещает сульфаты силиконы а также некоторые спирты объясняют это тем что данные компоненты могут накапливаться и сушить и без того сухой пористый кудрявый волос но проблема в том что шампунь может быть условно мягким с теми же сульфатами если в нем большое количество кондиционирующих добавок и наоборот бессульфатный шампунь на каких-нибудь омыленных маслах может быть достаточно жестким и сушащим плюс ко всему просто не существует специальных ингредиентов для прямых либо же для кудрявых волос не видя описание средства даже технолог химик не скажет какой продукт для кудрявых какой для прямых или для окрашенных и наличие или отсутствие определенных ингредиентов не определяется текстурой волос помимо текстуры волос большое количество других свойств такие как толщина густота даже длина возможно у вас есть и свои преференции по тому как должна выглядеть красивая укладка и если вам не подходят средства с теми же силиконами со всеми или с каким-то одним конкретным либо же вам не подходят масла то это не правило для всех волос вашего типа а скорее ваша личная преференция и ваше желание каких продуктов избегать и конечно также есть очень интересные продукты без тех же силиконов и сульфатов и даже в рамках классического кудрявого метода можно подобрать для себя классный уход подходящий для вашего типа кожи головы для ваших волос и для этого видео я постаралась подобрать для вас средства которые вписываются в классический кудрявый метод однако помните что какими бы поврежденными или сухими не были ваши кудрявые волосы если у вас жирная кожа головы то вам противопоказаны мягкие шампуни не дай бог кавошинг то есть мытье волос кондиционером вам нужно качественное очищение кожи головы если вы вдруг вынуждены мыться очень сушащим таким каким-то аптечным шампунем то до мытья нанесите на основную длину кондиционер это поможет немножечко защитить основную длину я покажу вам несколько вариантов бессульфатных шампуней которые подходят для кудрявого метода выбирайте просто потому какая философия бренда вам ближе первый это дайвинс момо классный шампунь хорошо промывает кожу головы и при этом он достаточно мягкий также я люблю шампунь от керостас керл манифеста он очень хорошо промывает мою кожу головы и мне отлично например подходит и также шампунь который является одним из самых популярных вообще во всем кудрявом сообществе русскоязычном это натурасиберика нейтральный шампунь он без отдушек и он такой достаточно мягкий и тоже классно промывает больше классных примеров бессульфатных шампуней которые подходят для кудрявого метода вы можете найти в приложении на сайте золотого яблока например вот эти далее самые главные фишки выходят за кудрявыми волосами и я покажу вам их наглядно но для начала мне нужно помыть голову а вы пока можете пошопиться в золотом яблоке и вот для вас промокод на дополнительную скидку 15 процентов после мытья кожи головы я промыла только кожу головы потому что волосам достаточно стекающие пены от шампуня не трем и волосы особенно кудрявые пришло время использовать кондиционер у меня кондиционер от ok beauty увлажняющий и придающий объем кондиционера нужно много обычно все кудрявые используют большое количество кондиционера но чтобы не переутяжелить волосы я все-таки советую кондиционер разбавлять с водой и не добавлять сразу слишком много а чередовать то есть добавляйте немного воды немного кондиционера и прочесываю волосы руками либо же беру расческу и с ней это делать намного быстрее и удобней и добиваюсь такого скажем состояния водорослей о чем говорят все кудрявые либо же иногда это состояние сравнивают с разваренными макаронами то есть волосы должны быть такие супер увлажненные супер развлаженные и влажные сейчас я пойду смывать кондиционер и при этом я буду как бы полоскать волосы мять их снизу сбоку иногда такое движение называют жамканьем не очень нравится это слово но хорошо передает что что вам нужно делать я завернула волосы в шелковое полотенце для кудрявых волос и вообще для волос любой текстуры лучше выбирать либо шелковые аксессуары либо же аксессуары из микрофибры которые не будут жесткими не будут травмировать волосы также хочу показать вам несколько примеров кондиционирующих продуктов которые отлично подходят для тех кто следует кудрявому методу в классике например это аренка от landis здесь очень много протеинов на вьющихся волосах протеины работают очень необычным способом они могут немного подкручивать завиток и делать его сильнее и из бюджетных вариантов мне очень нравятся кондиционеры от organic shop особенно вот эта серия они супер круто распутывают волосы и делают их такими гладкими и блестящими и больше различных вариантов продуктов которые можно использовать на кудрявом методе вы можете найти в приложении на сайте gold apple например вот эти далее переходим к укладке мне на самом деле кажется что примерно на 80 процентов внешний вид вьющихся волос зависит именно от этого этапа от того как вы хорошо прокондиционировали волосы насколько они были влажными при этом и затем как вы наносите укладочные средства вы можете использовать совершенно любые продукты подходят и спрей с солью и пенки различные кастарды и пасты воски но классическая кудрявая укладка она подразумевает использование геля очень классный гель который мне нравится и он полностью вписывается в рамки кудрявого метода потому что не содержит запрещенных компонентов это гель от керастаз керл манифеста на самом деле такой гибридный продукт который как бы сочетает в себе крем и гель и дает такую подвижную очень мягкую красивую укладку но я не могла вам не показать продукт на самом деле который люблю больше всего он немного не подходит для классического кудрявого метода потому что в нем есть один силикон спрятан далеко в составе тем не менее он есть это мой любимый гель орбе гель-серум он дает супер крутую объемную такую блестящую живую укладку и если вы вдруг готовы попробовать этот метод не в классике то я советую этот гель оценить снимаю полотенце насколько мокрыми должны быть волосы при нанесении зависит от того какую укладку вы хотите если вы хотите более объемную укладку то промокните хорошенько полотенцем если же вы хотите супер такие гладкие очерченные завитки то волосы должны быть более мокрыми и я беру немного геля лучше взять немного потом добавлять распределяя в ладонях и затем поглаживающими движениями начинаю наносить можно немного разбивать кудри но не переусердствуйте тогда они будут очень пушистыми и снова наш прием с жамканьем на этапе укладки чтобы снова сформировать завитки вообще это основной принцип кудрявой укладки нужно мять волосы далее я как бы пытаюсь распределить их по всей голове чтобы затылок не был таким приплюснутым но то в каком направлении укладывать волосы это чисто ваша преференция теперь приступаем к сушке сушить вьющиеся волосы можно и естественным путем если они у вас быстро сохнут и также подключать фен с насадкой диффузор самом деле сушить волосы феном с какой-то точки зрения даже полезнее потому что если волосы очень долго в мокром состоянии это для них не полезно это тоже своего рода повреждение не боимся диффузора он помогает нам создать классную объемную укладку сейчас я покажу как я сушу волосы я буду сушить волосы феном дайсон у него очень удачный диффузор распыляет воздух максимально равномерно и поэтому кудри как бы высыхают не пушистыми самого начала я сушу волосы на высокой температуре потому что я их совершенно не касаюсь и чтобы ускорить этот процесс я выставляю максимальную затем когда я уже буду закладывать волосы в чашу диффузора я выставлю более низкую прохладную температуру также я сделаю температуру немного меньше чтобы было комфортнее сушить прикорневую зону когда корни немного просохли можно начинать закладывать полностью всю длину в диффузор таким образом когда волосы уже полностью сухие можно разбивать вот эту корочку которая образовалась на волосах от геля называется она каст и это на самом деле ключевая вещь в укладке вьющихся волос многие не терпят и разбивают ее в процессе сушки на самом деле она дает как раз таки те очерченные завитки увлажненные которые лежат локон к локону разбиваем мы ее просто мнущими движениями опять-таки если вы уложили свои вьющиеся волосы и вам кажется что они как-то излишне пушатся вам не нравится результат вы хотите более гладких завитков можно взять немного не смываемого какого-то крема не смываемого кондиционера либо же какой-то другой укладочный продукт даже гель развести немного с водой и немного пригладить полностью всю копну волос либо же отдельные завитки разгладить и как бы немножко подкрутить на палец снова немного просушить волосы феном с диффузором и снова разбить каст и тогда волосы будут более гладкими я же наоборот люблю более объемные пушистые укладки поэтому всегда завершаю свой кудрявый уход пудрой для объема у меня пудра от taft она дает супер классную прикорневую жесткость и потрясающий объем другие пудры вы также можете купить на сайте приложение золотого яблока например эти главное с пудрами не переборщить поэтому я наношу совсем чуть-чуть и не прям по всей голове только в некоторых местах и затем взбиваю прическу от корней такая укладка у меня получилось супер объемная на мой взгляд кудрявый метод это очень круто и интересно хотя бы потому что мы учимся на нем любить свои вьющиеся волосы с которыми возможно боролись всю жизнь и учимся бережно за ними ухаживать я бы советовала сначала попробовать все техники укладки с вашими уже привычными средствами и затем если вам понравится результат начать эксперименты может быть подобрать что-то из классического кудрявого метода и подбирать те продукты которые будут подходить вашим кудрявым волосам на этом видео подошло к концу пиши внизу в комментариях пробовал ли ты когда-нибудь кудрявый метод если ты вдруг смотришь это видео позже не успел воспользоваться уникальным промокодом то обязательно подписывайся на этот канал включай колокольчик чтобы в следующий раз узнать его первым всем пока что туда зачем